АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давай, мы тебя подождем. Садись. АПЛОДИСМЕНТЫ Третий труд, опрокинувшись, стоя, Мы с тобою привычно молчим. Мы давно распростились с войной И давно по ночам не кричим. А душа не сумела вернуться, Оставляя Афган за бортом. До сих пор наши песни поются, До сих пор нашей дружбой живем, Догоняют осколки и пули. До сих пор умираем от ран. Но не только беды зачерпнули, Подарил нас друг другу Афган. Помнишь, как на Мадоме мечталось? Нынче видел Афган я во сне. Видно, главное что-то осталось На чужой и далекой войне. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, однажды я написал очерк, Книжку о Быдере. Ну и там были такие личные мотивы, Не общие такие места, Нужно было обязательно Благословение его На публикацию таких данных. И я приехал в Благо недалеко, Мы жили, он на пролетарке, Я на текстилях. Он приехал к нему домой, Вот, прочитали отчет, Он разберегился, Достал початый бутылку коньяка, И мы потихоньку-потихоньку, Абсолютно не пьянее, Простянули ее прямо до утра. До утра. И темы у нас были, В общем-то, немного тем-то было. И одна из главных Была о том, Что в Афганистане мы рвались, Понятно, рвались всем сердцем, Всей душой, Каждой клеточкой домой, Вот, на родину, К родному звучащей речи, Вот, русской, К нашим очередям, В которых я вот в очередях, Когда приезжал в отпуск, Я просто вот хмелел, Когда слушал, и смотрел, и узнавал. Это все наше отечество родное. Вот. И к нашим женам, К нашим детям, Вот, во все вот это нарвались. А когда вышли из Афгана, Вот. Когда вышли из Афгана, Игорь сказал, Он говорит, знаешь, Я потом понял, Что там осталось главное. И какое-то время Даже нечем было дышать. И если вот так посмотреть На конфликты, Приднестровье, Там вот мы ездили, С двух сторон иногда, Афганцы. Когда встречались, Бывало и такое, Узнавали даже, Бывало, что они вместе служили, Расходились, Миром мы вообще. Вот везде, где было больно, Везде, где было близко, Со смертью, Там вот такая штука. Я не полюбить В телерке с дровой меди, Она уж больно часто Мне фальшью душу нест, Но врезалась к чему-то, Как с боевых мы едем, А нам с обочиной Кремит оркестр. Бронежилеты, Тенники, Коричневые пыли, Загар сквозь грязь, Почти у всех не брита Борода. Там, Та-та-та-та-таллина В самом краю земли Провурный марш Оркестр играл тогда. Там, Та-та-та-та-таллина В самом краю земли Провурный марш Оркестр играл тогда. Движки Ревели заглушая Трубы Не до парада Было нам честно говоря Син не осталось Даже поднять улыбкой Губы, А потом Трудились Трубы Зря. Не в радость Музыкантам Но что Они могли Угрюма Старый барабан Под палочкой Страдал. Там, Та-та-та-таллина В самом краю земли Провурный марш Оркестр играл тогда. Там, Та-та-та-та-таллина В самом краю земли Провурный марш Оркестр играл тогда. Потом еще Город немало Бугов, 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 Где оркестры Не раз Играют нам. И время наше Много Остудит И забудет Но когда Напоем Его носа Вмотив, Что плыл Назой Лево Жарище И пыль Забыв, Откуда Взялся Он Но вспомнил Друг Тогда Там-та-та-та-таллина Сам Крой земли Провурный марш Оркестр играл тогда. Тан-тан-тан-тан-тан-тан, Тан-тан-тан, Тан-тан-тан, В самом краю земли, Робзорный маршрут, Играл-тан-тан. В горах там, на Кавказе, в могилах это четырехлетнее сиденье, познакомился с Лукичевым, потрясающий человек-афганец, и тоже мы без разгона, без всякого, вот и взахлёб. Он слабо там, знал порезы и всё, но почему-то, когда вот мы с ним встречались, и я в лаганские песни, он постарше лет на 10, его уже нету на земле, вот, у него появлялись на глазах слёзы. Это не самая любимая моя реакция на мои песни, но у него были слёзы, вот, они даже не от печали, не от печали, а вот от перезбытка чувств. Он сидит на крылечке и смотрит на горы, а сегодня на горы, как легла синева. Воздух точно не в лёгкие входит, а в поры логично нужны Краснодар и Москва. Краснодар элитная в центре квартира, как в Европе над центром торговым жильём. Он сидит на крылечке и смотрит на горы, проплывает, цепляясь за ветки туман. Зеленый и певучий, ратные просторы, да, Кавказ не Афган, далеко не Афган. Там вершины покруче и голые скалы, там его на войне уважал даже враг. Там до ныне живёт за седым перевалом, лукичём от расстрела спасённый кишлак. Там до ныне живёт за седым перевалом, лукичём от расстрела спасённый кишлак. Здесь, бывает, сорвётся глаза молодым, по местам, по своим, красота как в кино. И на лысую гору, где ведьмы лихие, журавлёнку назовут на русском рынок. И домой, где плетёт виноградник узоры, Где грибочки с картошкой и сок на столе. Где сидит на крылечке и смотрит на горы, И ему хорошо, как нигде на земле. Он сидит на горе лечь и смотрит на горы, и ему хорошо, как нигде на земле. Все это Приднестровье. Я стал собирать материал, документы, целую сумку. И в терраспоре уже Игорь говорит, Миша, мы не вернемся, поверь моим навыкам, за нами уже следят, уже давно следят. Ты, говорит, рискуешь. Потом у Игоря мы собрали пресс-конференцию, причем это были первые и вторые лица нашей, так сказать, так называемой оппозиционной печати. И я понял, что стоит этот плюрализм никто, ни современник, ну в общем, ни завтра, ни одна газета не смогла напечатать по разным причинам, значит. Я просто вывалил и рассказывал, как это все было. Игорь добавлял ни одно строки. Вот. Я тогда приехал к себе в дивизионку, нет, в бригадную газету дорожного строительства. Мы выпустили сдвоенные номера. Мы напечатали прорву этих, и я привез сюда, в Москву. Было такое, Куртебирск, Витилис такого возглавлял тогда. В армии было образование, и Союзе писателей, и в армии. Вот. Студия, военно-художественная студия, военный писатель. Вот. И на концерте мы раздавали эти газеты, и меня попросили даже не раздавать все, не раздавать. Там вот статья была «Война стучится в наши окна». Там все технологии, которые потом миазмами расползались по нашей великой, огромной стране, все было в Приднестровье. Когда женщинами и детьми разминируют минные поля, когда закапывает живыми, и земля дышит в своих же бандитах-уголовниках. Когда уголовника выпускают и говорят, что если ты можешь искупить свою вину кровью... Ладно. Я спою просто песни. Или песню, сейчас. Вот цыльба генерала американского. Ах, как затянуться, Мне хочется снова. Хоть бросил дымит Уж семнадцать годков Сегодня услышал я Про Киселёву Хорошее, доброе слово От фронтовых казаков Священника сына В трущобной Америке дрался, Чтоб жизни не достало И драться пришлось До самых седей Прошел три войны Дослужился там до генерала Повсюду респе Русский на русской земле Спасая пилота Под жуглям Вьепнама Две тысячи км. Он протопал и все-таки спас И высшей награды И высшей награды Америка На войну добровольно Прибыл казакам И многих из них Уберил от могил Цветаста судьба Сражаться не стал Он И вышел восток Такой переплет По русским просторам Потом в тосково он Теперь и селёв В Красноярске живёт В Красноярске живёт С любимой русской Без вилки приёма И жизнь как у всех нас Порою не мёрт А всё же в России Он всё-таки дома И жизнь как у нас Только сердце поёт Цветаста судьба генерал А всё после слоги По стопу, что жёл Словно с хлебом Стакан на столе Он полутру в штатах Узнал О виде Приднестровья А вечером Был этот рост На русской земле Он полутру в штатах Узнал О виде Приднестровья А вечером Рост на русской земле Ещё есть одна Приднестровская песня «Думал, думал, казак» Вот Там одна только деталь Умирающий отец Он отдавал не саблю сыну А автомат Вот Она такая Кишиня Кишиня Её не дел Сейчас я это Тяжёлая Тяжёлая Песня К Песня К Думал, думал, казак Да под вечером сырой А у ног его речка плескалась Думал, думал, казак Думал, думал, казак О сторонке родной Что чужою страной Оказалась Неместа Неместы Православный крест Защищали казаки Умирая у реки Берег круг Православный лёд Защищали казаки А умирая у реки Думал, дом мог указать Про видов и пыльё Как собрать рассею по камушку А теперь вороньё Растащила её Растерзала родивую матушку Невеста Православный крест Защищали казаки Умирая у реки В берегах круг Православный люд Защищали казаки Умирая у реки Вспоминал он друзей Из которых ремней Нарезали враги страха ради Нарезали из живых Казаков молодых Невеста Православный люд Защищали казаки Умирая у реки А отец Адаман Умирая от рам, Солю сыну вручил и празднивился. И народ перед ним, словно перец цветы, На колени народ становился. А Москва казаков, что стояли стеной, Записал наемник исходу. Думал в дому казак о России родной, И смотрел на углевую воду. Нест, православный крест, Защищали казаки, Умирая у реки. Белый круг, православный лёд, Защищали казаки, Умирая у реки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот среди нас есть замечательные мои друзья, Земсков Алексей, Саша Алексей. Мы вместе ходили в поиск. И поисковый отряд наш школьный, Которым руководил полковник Земсков, Назывался «Еха войны». Я уж не помню, не сразу, по-моему, было, но потом появилась песня. И, честно говоря, вот вот такая маленькая деталь, что Васькин, у нас тоже был такой поисковик двужильный, маленький, но он никогда не уставал. И всегда вот он как-то впереди, вот, прямо как настоящий пионер. Там ещё был быков, было много замечательных ребят, но вот Васькин, он научился играть на гитаре, чтобы петь эту песню. А у нас объединение было, вызывалось «Рубеж». Вот они в последнем. Не со мной это было, а всё же довольно знакомо. Чем дышал, чем тревожней дышала столица в военные дни. Как солдаты мы нынче прощаемся с ласковым домом, Как когда-то, как когда-то прощались они. Где креветят разрывы когда-то, Мы уходим теперь в тишину. Но когда мы хороним солдата, Вместе с ним мы хороним войну. Кто-то скажет, мне лучше подумать О нынешней пошли, Но сквозь толще времён земли На лопатах стальных. Снова рвёмся к последним мгновениям Воинов павших, Где протянутся к нам Проржавевшие пальцы войны. Где креветят разрывы когда-то, Мы уходим теперь в тишину. Но когда мы хороним солдата, Вместе с ним мы хороним войну. Но когда, но когда мы хороним солдата, Вместе с ним мы хороним войну. Мы уходим дорогой солдатской, Дорогой неблизкой, В труд порою опасный И в наш незатейливый быт. А потом прорастают на месте Боёв обелиски, Чтоб ничто не забыто, И чтобы никто не забыл. Где креветят разрывы когда-то, Мы уходим теперь в тишину. Но когда мы хороним солдата, Вместе с ним мы хороним войну. Но когда, но когда мы хороним солдата, Вместе с ним мы хороним войну. Серебра кто-то ищет по жизни, А кто-то покоят. Мы ж как близких друзей Ожидаем прихода весны. Наш рубеж пролегает По сердцу единого строя, А в сердцах у ребят Откликается эхо войны. Где креветят разрывы когда-то, Мы уходим теперь в тишину. Но когда мы хороним солдата, Вместе с ним мы хороним войну. Но когда, но когда мы хороним солдата, Вместе с ним мы хороним войну. Ещё вот, Оля, Любовь, мама и дочка сидят перед нами. Вот, отец воин-афганец уже лет на земле. И Оля попросила меня спеть песню, которую я ни разу не пел на концертах. Она была в дисках с аранжировкой. И вот, сейчас, хотя этот диск был записан, наверное, уже лет 20 назад, Я попробую называть это «Лабина для мамы». И под гитару. И будешь все ты уже, а в них. В ладонях крохотных утонешь, Когда сидим, сидим двоих. Коснется маминой ладоней. О, не упоём, Толыбельную маму, Мир малышом чист и лучист. Возле неё, как под сводами храма, Ясно, здесь голос звучит. А позади была война. И нам не повстречаться с дедом, И голодна была страна. О, не упоём, Толыбельную маму. Мир малышом чист и лучист. Возле неё, как под сводами храма, Ясно, и голос звучит. Мир малыша, как под сводами храма, Ясно. Года от этих дней бегут, Поют своим детишкам славным. Свои война, любовь и труд, Но в день последний, Самый главный вид. Вспомню, поём, Толыбельную маму, Мир малышом чист и лучист. Возле её, как под сводами храма, Ясно, и голос звучит. Возле её, как под сводами храма, Ясно, и голос звучит. Возле её, как под сводами храма, Ясно, и голос звучит. Артист любви, как под сводами храма, Ясно, и голос звучит. Артист любви, как под сводами храма, Ясно, и голос звучит. Наверное, вот вдогон просто никто не просил. Я сам себя очень коротко. Там, по-моему, несколько четырестей, еще два. Копает, 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 копает дождь. Хочется, каждому хочется землю умыть. Выстрадать, выстирать краски березовых ротищ. Скулья, выстирать краски березовых ротищ. Душу по капле собравшей душой напорить. Только вот рощи от слез этих самых черных Сушит огонь мою душу и боль не унять. Сколько уж дома, а мало афганские злые. Видит и в каждом от пуль закрывает меня. Конечно, у нас есть движение «Толовихинцы». Это, понятно, связано с героем Советского Союза. Парень, который 23 года, погиб и лежит сейчас на самом почетном месте на Ванильичах кладбище между двумя генералами в своем летном своем шлеме. 23 года было ему всего. Вот. И сейчас целое движение. Есть начальником штаба это движение на самом деле самым сердцем и самым движком. Как раз вот тоже земского Алексея. Вот. И он вокруг себя объединяет… Это такое межрегиональное движение. Вот. Множество людей и заставляет их как-то, чтобы сердца пились в одном направлении, и чтобы смотрели все в одну сторону. И много потрясающих мероприятий проводится. И помню я, когда… Я ж тоже вот «Толовичинец». Вот. И мы ездили на место падения самолета, который доставили. Это известно. Памятник уже стоит. Все. Камятный знак. Вот. И я там нашел как раз тот кусок металла еще. Представляете, какое зло. Которым «Толовичин» именно вот им даранил этот Хенгель. У него истребук был немножко больше хвоста, хвостового оперения этого самолета. Там было пять человек экипажа. Там… Вот. А он раненый. Ранен, но, конечно, он шел на смерть. Вот. И смерть этого нет. Мальчишка из города войска. Нужно сказать, что Леша тоже и Саня там были в этом войске. Там даже нет школы имени Толовихина. Почему? Потому что там есть школы имени девяти героев, в числе которых и Толовихин. Мальчишки из города войска Не ходилось в небесное войско. Мечталось мальчишке о крыльях, Чтоб в небе просторном летать. Он рос, он рос Беспокойным соседом, Как все мальчиши небоседы. И только одно отличало, Умел наш мальчишка мечтать. Он рос Беспокойным соседом, Как все мальчиши небоседы. И только одно отличало, Умел наш мальчишка мечтать. А с небом он сразу по-свойски, Мальчишка из города войска. На планере, на самолете Он в небо душою врастал. И цокали летчик из войска На ты с небесами мальчонка. Но время пришло грозовое, И он истребителем стал. И цокали летчик из войска На ты с небесами мальчонка. Но время пришло грозовое, И он истребителем стал. Забрел за небо родное геройский, Сражался парнишка из войска. Он сделался в небе московском Героем на все времена. Но дрался он не за награды, Таранил фашистского гада. Парнишка из города войска Гордилась большая страна. В боях в огневой круговерке Он бился как будто бессмертен. Однажды схватился с троими, Чтоб друга прикрыть своего. И очередь пропуском в небы И вроде бессмертным он не был, Но был он любимчиком неба, И небо забрало его. Мальчишке из города войска Хотелось бессмертно, Хотелось небесное войско. И он в это войско зачислен На вечных, на зло времена. Как дома теперь по вселенной Летает душою некленной, А небо и солнце и звезды Оставил на память всем нам. Как дома теперь по вселенной Летает душой некленной, А небо и солнце и звезды Оставил на память всем нам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С Валерией это первый концерт. И честно говоря делали больше чисто терапевтических таких целей, Потому что когда человек реагирует полностью, Он полностью ослеп и без надежды на восстановление. Вот ему нужны какие-то, хоть какие-то, вот эти все. И я рад, что он твердым оказался. Несколько дней, конечно, он не хотел жить. Ну вот, и тяжело было до него добираться, Никого он не хотел говорить, ничего. Но после моего прихода, последнего вот, Или первого прихода к нему, Последняя вот фраза была его последняя, Он кричал, ниже настроить мне не так. Потому что самому ему, конечно, настроить где-то сложно. Я потом сделал целый такой алгоритм, Чтобы они с женой, она там держит, Он здесь натягивает струны и все. Они, значит, не научились. Вот. Он просил меня, чтобы я спел песню. Конечно, он не мог, не может там приехать, Которую пел в семье. Было у меня такое счастье. Это еще было тогда, когда там не было никаких потерь. Ленивым руководил, как ни странно, И встретил меня в 3 часа ночи с Акурским, Моис Академик. И их еще не было даже месяц за три. Вот. Только двух-трехсотых мы раненых ног забирали. Самолет уже, когда летели обратно. Вот. И я говорил, ну, не хочется, конечно, Но все будет. И все эти и двухсотые будут, и месяц за три. И все это. Сейчас мы все это знаем. Как и что, и какие подвиги. И те ребята, которые погиб. Вот. Летчик. Вот. Летчик. 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 И без вина, если увидел ее покой, упакованную в джинах. Лейтенант свою жажду женщин, нерастраченный был казармом, Он отдал ей при первой же встрече, заглянувши в ее глаза. Через месяц конец ковиде был сначала мило смешан, А потом он ее обидел, не простившись, даже ушел. Чтоб слова на ее и походка не достались пустым словам, Он ей писем не слал, а фотку он не смог обнаружить сам. Ни в одном из ее альбомов не нашел родное свое, Где без грации столь знакомой оживала душа ее. Он погиб без затей на меня, подорвавшись у кузьих троп, Что нашли, собрали в ложбине, запаяли в церковый дробь. Основное прозвел знала принца, лишь тогда узнала она, И в ему приклянувшихся джинсах заявилась на похорона. Время крутит педаль, я не встала, Наша девочка подвинется, уж, конечно, славной мамой, И ее малышу одеться. Только час гуляй далеко, где и чудицы смерти нет. Лейтенант сидит на скамейке, и любовь я взглядит ей в свет. Он касался ее губами, точно выпить хотел до дна Очень маленькими платками, замирала струной она, В ней любил любую бороздку, но шадах и без вина. Если видит ее поход, упакованную джина. В ней всегда песня, и есть такое, как и Денисского своего альбома. В ней нету, кроме шендантов, ни слова о войне. Ну и шендант, это тоже так, по касательным. Но был, когда первый Московский открытый возрожденный фестиваль, И третий уже жюри, я решил поучаствовать в конкурсе. А вот, потому что очень плохо срасталась органская песня с КСПшной. Вот третье жюри возглавлял единственный, пожалуй, такой патриарх, классик, Александр Моисеевич Гайрагницкий. Вот, и он на банкете прощайном поднял стопу и сказал, «Русское офицерство возрождается». И мне было приятно, что она напрямую, не о войне, она не рычащая и не громкая. Мы на кухне с училкой выше развели разговоры за жизнь, Говорим, поднимаясь все выше и выше, И летим хоть за звезды держись. По поэзии века двадцатого А заветные грезы меж строк. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За уютный такой вечерок. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За уютный такой вечерок. Было время, говорили я ваше, Переписывал я от руки, Позаимствовать ваше, Хотелось в бесстрашной свеченье любви и доски. А теперь со своими зарплатами Пьем какао своему спеша. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За ночной разговор по душам. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За ночной разговор по душам. А еще был денечек отличный, Просто в юность ветра сдавал. Домик ваш, как товар, Как товар заграничный, Я в шандарте за чеки купил. Нынче, что бы так повод порадовал, Чтоб соседку мою распросить. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За негромкие эти часы. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За негромкие эти часы. И училка студенткой ночи Проводила за чтением коней Молодыми ночами Из редких источников постигая Таинственный стиль, Что искалась в мучениях, А добыть нас на старенькой кухне нашло. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За нежданное это тепло. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За нежданное это тепло. Наше время стихов не умножит, Как трагичные ваши гады. Но училка на вас чем-то очень похожа, Поэдично, печально, гордая. Вечер дальше пасьянцы раскладывал, Не доволен совпасть и не жал. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За домашнюю эту печаль. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, За домашнюю эту печаль. У Игоря Морозова было немного, Но были такие веселые песни. Одна из них, моя любимая, называется «Анавганская улыбка». И Успенский на своей передаче, в нашу главу заходили корабли, как-то попросил меня спеть ее в финале. Я говорю, да уж что, там предстает авганский воин, как глава реестров. И я буду вот это все распространять. И тут Еврей Успенский, Эдуард Николаевич, говорит мне такие слова. Говорит, Миша, если бы мы, русские люди, не имели чувства юмора, нас бы давно уже проглотили, и я пел эту песню. И, как ни странно, весь зал как-то вот у меня подпевал. Единственное, что Еленора Филина, тогда бывшая его супруга, значит, она не вынесла этого всего, превращение лошади, значит, верблюда, и попросила Львова, говорит, спой один раз, один куплет, как оно есть на самом деле. И народ также с удовольствием подпевал полностью, где-то по интернету вроде. Я спой, навганского лошади. Если вам однажды перед рейдом в горы не досталась сказка и бронежилет, Вспомните, что где-то ходит вовсе богом с вами, в общем, незнакомый снежный человек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется в ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в дугане попло обманули, Если гнев невольно в сердце к вам проник, Вспомните, что в вашем автомате пули, Их на все дуганы хватит, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется в ваших глаз, Их хорошее настроение не покинет больше вас. Самый трагический элемент. Если долго писем нету из Союза, И не отпускают свидеться с женой, Вспомните, ребята, Робинзона Круза, Как двенадцать лет прожил он лишь со мной. И тут улыбка, без сомнения, Вдруг коснется в ваших глаз, Их хорошее настроение не покинет больше вас. Давайте попробуем спеть «Батальонную расцветку». Уже мы начинаем приближаться. То есть мы уже приблизились к концу. Вот, прямо вплотную. Вот, «Батальонную расцветку». Но я хотел бы завершить все-таки, наверное, песенку «Антист». Она такая весенняя, как раз идет цель. И «Батальонную расцветку» хочу спеть, Вот, как мечталось Игорю всегда. Вот, не удавалось даже ему и оттеть. Вот, песня «Усталом разведчике». Я попробую. Что-то я виновый ошибаюсь. Пересыхать, я не знаю. А на войне, как на войне, А нам труднее, там вдвойне. Едва взойдет над стопками рассвет, Мы не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Мы не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная расцветка, Мы без тел скучаем рень. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка в медсанбад, Не тревожься, Бога Рад. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка в медсанбад, Не тревожься, Бога Рад. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если так случится, друг, Тебя навек оставлю, друг. Не осуждай меня, Вали на тому вино. Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена, В разведке, заработанной мной. Тебе наш родный старшина Отдаст медали ордена, В разведке, заработанной мной. Батальонная разведка, Мы без тел скучаем рень. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка в медсанбад, Не тревожься, Бога Рад. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка в медсанбад, Не тревожься, Бога Рад. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, Мы все наденем ордена, Горьбою сядемся за дружеским столом. И вспомним те, кто не дожив, Кто не допел, не долюбил, И чашу полную товарища нальем. И вспомним те, кто не дожив, Кто не допел, не долюбил, И чашу полную товарища нальем. И мы припомним, как бывало, В ночь шагали без привала, Рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы по даму, как делились другом фляг И последнюю щебут кабака Батальонная разведка, мы бездет скучаем редко Что не день, то снова войск, снова бой Ты, сестричка, в медсанба, не тревожься, Бога, ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка, в медсанба, не тревожься, Бога, ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Я хочу обратить ваше внимание и напомнить, что у нас есть Оля Перова Она в нашем талу находится, и она принесла несколько книг Которые называются «Автоматы гитара» Книги в такой твердой обложке Это издание, которое готовят и Игорь, и целый коллектив Редакция авторская Редакция авторская, она содержит самые главные песни Игоря И называется «Автоматы гитара» Дальше, как же будет называться наш музей Один из музеев в школе Ну и последняя песня, наверное, да «Айтист» Вообще, я сам удивляюсь, как вот эти все детские спектакли Там вот эти музыки, детские стихи и кукольный спектакль Как они постепенно выплыли из вот этой военной темы И у меня есть целый ряд писем, которые особенно любят Юра Ажайнов Мой близкий друг, мы с ним в Чечне познакомились Он их называет джазовыми Ну, наверное, какая-то доля об этом правды есть Грин, Александр Грин Был вообще таким человеком, мягко говоря, неоднозначным Он был замкнутый, вот он ходил, вот что-то думал себе Он не разговаривал, он не очень, казалось бы, любил людей Но именно он во время гражданской войны Когда кровь текла, как вода Когда брат на брат, отец на сына и наоборот Вот, он прямо в течение нескольких лет Писал свой роман Поэму Аллы Барса Фейер, я бы он назвал Где утверждал, что человек человеку сбывшаяся мечта Вот что нужно иметь внутри, чтобы видеть одно и даже придумать целый мир Вот Показывая как будто Ну, не знаю, путь, не путь Наверное, он не думал о том, что он показывает путь Он вот себя вот выразил И хотел, чтобы вот люди как-то были вот людей Ну, она такая, стихи в ней такие А это сегодняшняя ситуация Сегодняшняя Которая говорит, что не обязательно иметь алые паруса Там, какое-то наследство, там, еще что-то Вот, чтобы быть вот таким Самым человеком, который давит Сбывшееся мечту другому человеку Огромным зеркалом спать Под небом серым Играет одинокий файл Рождая веру Что есть на свете чудеса На этом свете И перешал Паруса Посмурный день Проулки старых городов А в тихой грусти Обнимет сердце вдруг любовь И не отпустит Когда у молчаливых стен Сквозь солнца Сталь летний В дыханием И умных перемен Вспыхнет серебель А за лаппу Непритязательный бежал Потертые джинсы Как в сталь футляр летит витал А он заплылся А он не видит ничего На крыльях строй И в той музыке его сердце поет И под ногами не вода Ах, и ты же город Но дождь уж уме навсегда Вернется скоро И зачепнет пунктирулся льв Седую сказку нашу Но нас останется до гроз Детство мира Залопал в дурмане Далее, эй, мамане Чистые звуки Уличный ордец Огромным зеркалом асфальт Под небом серым Играет одинокий акт Рождая веру Что есть на свете чудеса На этом свете Продолжение следует... Спасибо, спасибо. Простите мне все грехи и ошибки. Честно говоря, для меня и в сегодняшний концерт, он после моего долгого сидения на Кавказе, конечно, я последние там из четырех лет, в последнее время я тоже выезжал на фестиваль. Вдруг у меня есть какой-то уважаемый, и он меня уважает, и все уважаемые люди. И поэтому я сразу как-то был в жюри фестиваля, там еще как-то, но это были какие-то такие разовые. Вот сейчас вот этим концертом я как бы вернулся в Москву, я выдыхаю, и простите меня за все грехи, я был готов сам заоплатить за это, готов и принес карточку, что если бы вас набралось бы поменьше.